Вопрос о выделении из муниципального бюджета дополнительного финансирования городскому спидвейному клубу повис в воздухе. И до сих пор нет определенности в том, готово ли самоуправление оказать поддержку и спасти локомотив от банкротства. Отметим, на прошлой неделе переговоры руководства Думы с представителями ЛДЗ «Карго» многолетними спонсорами этого вида спорта в Дагупелсе желаемого результата не принесли. О чем на очередной пресс-конференции рассказал первый заместитель мэра города Рихард Эйгем. Все знают ситуацию по перевозкам связанной. Естественно, они упали уже на дороге на 25%. Соответственно, представители, конечно, нам сказали, что очень трудно будет сделать, помочь датировать спидвей. Но хочу сказать, что мы ищем возможности. И спидвей, еще раз повторюсь, жил, будет жить. Вопрос только в том, в каком виде и как. Итак, у гонщиков и болельщиков спидвея одна надежда на самоуправление. Тем более, возможности городского бюджета это предусматривает, отметил депутат городской думы Янис Дукшинский. Те деньги, которые запланированы, поддержки клуба, конечно, самоуправление выполнено, деньги перечислены. Но ситуация такая, что образовался долг, и тоже нужно помочь как-то решать вопрос совместно. Потому что каждый год, особенно последних два года, был переходящий долг, и клуб, всегда получая новое финансирование, покрывал часть и долга, например. Что это было довольно сложно, потому что надеялся, что спонсоры все же помогут, и деньги найдутся. Но это не так просто, и не так сразу. И в такой ситуации, для того, чтобы держать спидвей и не распустить команду. Потому что, я не знаю, может есть такая идея, что клуб закрыт Далгупес и открыт клуб в Риге, например. Тогда Далгупес потеряет спидвей. И что из этого получится, кто из этого выиграет, трудно сказать. Ну, не Далгупес, конечно. Самоправление каждый год помогало. Если в прошлом году финансирование бюджета составляло где-то 312 тысяч, то в этом году немного больше, меньше. Но мы получили деньги дополнительно от государства на проведение гран-при 150 тысяч. Этот вопрос коснется не только спидвей, это следующий вопрос и хоккея. Потому что хоккей тоже, железная дорога, отказалась финансировать хоккея, и руководство хоккея уже бросило клуб. И неизвестно, что будет, в какой лиге будет наша команда играть. Потому что, когда мы встречались с Федерацией по хоккею, руководством, да, они соглашались помочь для того, чтобы наша команда могла уступать даже высшей лиге. Помочь разобраться в сложившейся ситуации самоуправлению должна и общественная комиссия под председательством одного из многочисленных болельщиков спидвейной команды «Локомотив» Евгения Хлопка. Напомним, инициатором создания этой комиссии стал Рихард Эйки. Когда общественники смогут приступить к работе и каковы будут их полномочия? С этим вопросом мы обратились к заместителю председателя самоуправления. Постараемся на этой неделе встретиться с господином Хлопком, но у нас было предложение, чтобы господин Хлопок создал внутри из болельщиков эту группу. Как только он ее создаст, я готов с ним встретиться. Как нам стало известно, со стороны господина Хлопка состав этой комиссии уже сформирован, и она готова незамедлительно приступить к работе.